Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Акотин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить анализу и лицензии на видео с канала «Правдивая стоматология» профессора, заведующего кафедрой ортопедии Смоленской медицинской академии, автора книг, патентов, научных работ, публикаций, профессора Николая Николаевича Алмасова, также являющегося главврачом в клинике «Стоматология жемчужина» в городе Смоленск. У него на канале вышло видео о видах рентгенологической диагностики. И, в общем-то, я по традиции, уже сложившихся, вот все эти видео с анализом и лицензиями на видео об Алмасове, я сначала хотел бы поговорить о хорошем. Ну, в видео рассказано, так скажем, все правильно относительно названий рентгенологических методов исследований и дополнительных методик диагностики с применением ионизирующего излучения. Ну, это классно, конечно, что все рассказано правильно, и Николай Николаевич ничего не перепутал. Он накануне, правда, перед анонсом этого видео мне советовал почитать учебники профессора Рабухиной. Вы подготовьтесь, вы там почитайте, поучитесь. Хотя, видимо, вы не в грош не ставите нашу профессуру, и вот, в частности, рентгенолога Рабухина. Вы знаете, я бы ставил, может быть, в какую-то цену мнение профессора Рабухиной и ценность ее учебников, если бы я в свое время, работая в аспирантуре в ЦНИСе, где она тоже работала, не застал несколько апробаций и защит диссертаций, когда профессору не могли втолковать, что с современных компьютерных конусно-лучивых томографов можно произвести построение 3D-модели реконструкции нижней челюсти или верхней челюсти. То есть она вот уперто говорила, что это чушь, и все это можно сделать только со спирального томографа. Ну, аспиранты там над этим смеялись до слез просто. Поэтому, Николай Николаевич, ценность ваших рекомендаций, она, мягко говоря, всегда равна нулю. Вот, все, что вы советуете. И также, в общем-то, наверное, и в этом видео о рентген-диагностике я бы тоже хотел сказать, что ролик ни о чем, вот, ну, такая дистиллированная водичка. То есть кто плавать не умеет, он должен как бы приготовиться, чтобы в ролике много воды. Теперь конкретно, а вообще о чем ролик? Это вот такая статья, как в Википедии, ни о чем. Есть дополнительные методы диагностики, их должен назначать врач. Все. Давайте поговорим о важных, реально важных вещах в дополнительных методах диагностики, связанных с рентген-диагностическим излучением. Ну, первое. Во-первых, эти методики можно проводить не всем пациентам. И надо обязательно сакцентировать внимание, что если пациент является, допустим, будущей потенциальной мамой, не всегда молодые девушки могут точно знать, вот на данный момент они сейчас беременны или не беременны. Этот вопрос надо, чтобы пациенты, пациентки для себя, как бы сказать, отметили и уяснили, что на определенных триместрах беременности рентгеновское исследование нежелательно, потому что существуют очень ответственные периоды, такие как дробление яйцеклетки, плацентация. И вот все свои вопросы с зубами нужно решить до того, как мы начали планировать беременность и активно над этим работать. Это очень полезно для пациентов, вот такого рода информация. Дальше о безопасности. Существует не менее крупная группа пациентов, уже в другой возрастной группе, имеющая те или иные онкологические заболевания, злокачественные или доброкачественные, находящиеся на наблюдении у онкологов, которым тоже, вот, например, при доброкачественных, даже доброкачественных, но в образованиях, допустим, щитовидных, паращитовидных желез, рентгеновские снимки в челюстной целой области крайне противопоказаны, потому что даже при внешне вполне себе приличных контурах мягких тканей в области шеи и гортани сами узлы на щитовидной, паращитовидной железе могут быть достаточно крупных размеров. И оценить это визуально врач-стоматолог никак не может, если пациент ему это не скажет. Поэтому пациенты должны, врача об этом информировать, что, знаете, я наблюдаюсь у онколога, у меня есть, допустим, узлы в щитовидной железе, мне снимки делать нельзя, мне там компьютерную томограмму для планирования, допустим, имплантации делать, вот, врач запретил на данный момент времени, там, я нахожусь на наблюдении. Важно? Очень важно. Локальные факторы, связанные с безопасностью пациентов в рентгенологическом кабинете. Как себя вести? Значит, все рентгенологические кабинеты, по идее, санпинов, должны иметь унифицированное оборудование и устройство так, чтобы все рентгеновские снимки, выполняемые на всей его территории, допустим, даже планеты, должны выполняться в стандартных условиях, одинаково. То есть, что прицельный снимок, это должен быть прицельный снимок, панорамный снимок, это должен быть панорамный снимок. Но все упирается всегда в человеческий фактор. И бывает очень много артефактов, над которыми потом начинают смеяться на лекциях по рентгенологии. На стомат-факультетах пациент должен обязательно при проведении рентгенологических исследований обязательно быть одет в фартук из просвенцованного резинового материала в обшивке для того, чтобы снизить дозу получаемого им ионизированного излучения. Это очень важно. Если выполняется панорамная рентгенография 2D или 3D, обязательно должны быть сняты очки, сережки, украшения шеи. Это очень серьезный фактор, влияющий на появление ненужных совершенно артефактов на снимках, из-за которых приходится переделывать это. Медсестра рентгенологическая, рентген-лаборант, врач-рентгенолог, могут быть в состоянии утомления, могут не проследить за какими-то моментами. Тогда, значит, все это надо переделывать. Искать потом виноватых не нужно. Об этих всех аспектах должны знать обе стороны. И врачи, и рентген-лаборанты, и пациенты. При проведении, допустим, рентгенологического исследования детей, очень положительно является то, если бы родитель тоже был одет в рентгенозащитный фартук и присутствовал рядом с ребенком, держа его за руки и как-то контролируя его активность головы и шеи, чтобы снимок получился качественнее с первого раза. Важная информация? Несомненно важная. Далее. А что, собственно говоря, как раз о компьютерных томограммах, которые являются современным и интересным методом исследования? У Николая Николаевича все эти интересы сводятся к тому, что этот снимок якобы нужен врачам-имплантологам. Не только имплантологам. Этот снимок также нужен еще и врачам-ортодонтам, потому что очень много ортодонтии сейчас современных методик диагностики и планирования ортодонтического лечения происходит по компьютерной томограмме. Она может быть выполнена в двух видах. Если зубные ряды сомкнуты или зубные ряды разомкнуты на определенную высоту. Это тоже надо понимать при планировании рентгеновского снимка. Значит, не только для определения анатомических границ канала нижнечерстного нерва, дна гаймеровой пазухи, положения третьих жевательных зубов или зубов удрости, нужной регионности снимок. Также он нужен для того, в чем будущее, в чем, собственно говоря, современность компьютерной томографии Николая Николаевича. Заключается в том, что все это в цифре. Что компьютерную томограмму можно перевести как раз, хоть профессор Рабухина в это не верила, в 3D-модель, в уксельную 3D-модель. Это такой достаточно интересный метод, по которому можно сделать генерацию STL-файла, совместить это со сканом внутриротовым, построить либо на слизистой, либо на зубной, либо на костный хирургический шаблон. Можно заказать набор КАП для ортодонтического лечения, если есть показания к этому. Вот видите, сколько дел, не относящихся к хирургии, можно использовать по компьютерной томографии. Далее. Такие чисто логистические моменты. Значит, для пациентов очень важная информация. Николай Николаевич, вы же говорите, вы работаете для пациентов, ну а что вы для них недорабатываете? Почему так все халявно, поверхностно, и, мягко говоря, неинтересно, неграмотно? Значит, снимки надо делать там, где вам сказал делать этот доктор. Сейчас экономически сложный период в стране. Вполне возможно, что пациенты будут заинтересованы в том, чтобы сделать снимок. Либо бесплатно, либо по другой цене, либо по страховке. А вот делать нужно это не то, как вы себе это придумали или нашли, а так, как вам сказал это делать доктор. Что доктор вас рекомендует, первое, или в сети диагностических центров, в которых он зарегистрирован как реферирующий врач-стоматолог. И он сможет получить снимок через облачный сервис или FTP-сервер вот этой вот компании себе в кабинет быстрее, чем вы ему принесете на компакт-диски. Следующий момент очень важный. Это формат записи рентгеновского снимка. Значит, рентгеновские снимки все делаются в формате, так называемый, DICOM. Это международный, открытый формат рентгеновских данных. Но он вообще даже не рентгеновских, а в медицинских данных. Там очень много специализаций, спецификаций, и в него можно не только рентгеновские снимки записывать. Но его имплементация в каждой конкретной рентгенологической аппаратуре, она бывает очень разная. Снимки могут делаться либо одним большим файлом, в который собраны все слои, которые выполняются во время томограммы, вот от подбородка до нижней границы орбиты, там порядка 580 слоев, может быть. Либо разбиты, наоборот, в секвенции, упакованные в директорию. Очень разные вьюверы, то есть программы для просмотра. И если вот ваш хирург привык работать к одному вьюверу, то вы можете принести ему рентгеновские снимки, компьютерную томограмму, чаще всего изготавливаемую, допустим, в государственных медицинских учреждениях ОМС, ну, понимаете, там все противоестественным образом. То есть это в таком диком, неудобном совершенно каком-то вьювере, что вот ты смотришь этот снимок, пытаешься вывести мультипланарную реконструкцию, по нему и вот мат идет от сердца. В то время как коммерческие диагностические центры действительно работают очень качественно и записывают снимки в хорошем открытом формате по желанию доктора, либо собранные в один файл, либо разобранные по слоям. И в зависимости от того программного обеспечения, которое доктор в дальнейшем будет использовать, либо для ортодонтической аналитики и планирования, либо для хирургической, либо для ортопедической, ему это принципиально важно. Разрешение снимков, оно может быть либо низкое, либо высокое, в зависимости от того, сколько вокселей в объеме на кубический сантиметр может быть сделано. Это тоже фактор, за которым надо следить, если доктор вас направляет конкретно в какую-то организацию, где делают рентгенологические диагностические снимки. Значит, делать это надо там по многим причинам. Это еще не все, это мы так вот, по верхам рентгендиагностики. Это я еще учебник Рабухиной не читал, там нужно нечего читать вообще, не о чем. И о юридической стороне. Рентгенологические снимки это документ, в котором содержится огромное количество медицинской информации. В рентгенологических центрах диагностических снимки бывают в двух ипостасях, либо твердая копия на компакт-диске или DVD-диске, либо в электронной форме, на флешке. Вот когда вам дают компакт-диск, сделайте с него копию в свой семейный архив, чтобы у вас этот снимок всегда находился, потому что компакт-диск может испортиться. На самом деле достаточно быстро, даже от транспортировки. Попросите, чтобы врач, если вы отдаете для анализа снимок, сделал с него копию при вас, а вам компакт-диск отдал обратно. Вот на этом, наверное, я пока остановлюсь. Самые базовые, необходимые критерии о безопасности поведения в рентгенологическом клинике, о, так скажем, выгодных стратегиях проведения рентгеновских снимков, о качестве рентгеновских снимков, о хранении и передаче данных рентгеновских снимков я вам постарался вкратце рассказать. Ничего этого близко не было в ролике о рентгенологических методах исследования профессора Абалмасова Николая Николаевича. Ролик ни о чем, как и весь канал, как и вся эта болтовня и трек. Комментарии никакие не требуются. До следующего видео.